здравствуйте дорогие друзья это был мой первый визит в румынию я был очень взволнован и счастлив по этому поводу я сел на самолет в аэропорту франкфурт хан и через два часа приземлился в клуш на пуке в румынии мне пришлось немного понервничать поскольку проверка моих документов в аэропорту клуш на пока длилась около 20 минут или больше когда все пассажиры моего рейса уже прошли досмотр и я стоял там у окошка один и не знал что на самом деле происходит в итоге мне отдали документы извинились за задержку и объяснили долгую проверку тем что это мой первый визит в румынию и поэтому контроль занял больше времени чем обычно выдохнули спасибо и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Первое, что бросается в глаза, прогуливаясь по городу, это большое количество скрытых двориков. Заходишь в какую-нибудь маленькую дверь или в арку, а там открывается целый параллельный мир. Мы зашли в один из таких двориков и нашли там множество разных творческих мест, как кафе, творческих мастерских и альтернативных клубов и такое по всему городу. Там мы поговорили с владельцем небольшого магазина красок для художников и галереи Art Melange. Когда он узнал, что я русский, он был настолько добр и дружелюбен с нами, что завел нас в магазин и показал нам множество полок с красками из Санкт-Петербурга бренда «Невская палитра». Он сказал, что эти краски очень хорошего качества, поэтому у него их там так много. Было очень приятно увидеть что-то родное из моей России в новом для меня месте в новой стране. В этом магазине вы найдете все необходимое для творчества. Также у них очень хорошие отзывы в Google. Некоторые факты о городе. Клуж-Напока – это крупнейший город региона Транссильвания. Это не туристический город. Это больше город для ведения бизнеса и для учебы. Название Клуж происходит от латинского «Castrum Clus», впервые использованного в XII веке. Клуж в переводе с латыни означает «закрытый». Это относится к холмам, которые окружают город. Клуж – это культурный и образовательный центр с динамично развивающейся экономикой. В городе самое высокое соотношение студентов к общему числу жителей в Румынии. Это благодаря семи государственным и трем частным университетам. В городе очень много экологического транспорта, электробусов и троллейбусов. Влияние капитализма здесь не так сильно, как, например, в Германии, где абсолютно за все нужно платить. Многие вещи здесь доступны бесплатно. Примеры? Вот они. Попасть на смотровую площадку Михайловской церкви в самом центре города можно абсолютно бесплатно. В хостеле, где я останавливался, вам бесплатно предоставят замочек, которым вы сможете закрыть ящик с вашими вещами. В Германии, например, я заплатил за это 5 евро, а в Амстердаме даже 7 евро. В хостеле, где я остановился, была сауна, и вход в нее был свободным. Только представьте себе. А еще в хостеле можно было бесплатно воспользоваться велосипедом. Ссылка на этот хостел будет под видео. Как-то мне нужно было распечатать билет, и я зашел в первый небольшой магазинчик, который увидел, который не предлагал услуги распечатки документов. А парень там согласился мне помочь. Преодолев некоторые технические трудности, он все же сумел распечатать мне билет и не захотел брать за это деньги. Вот так вот. В конце концов, я понял, что дело не в каких-то правилах, не в системе, а в большей степени в людях и их отношении друг к другу. Спасибо за это, Румыния. Клюш-Напука – одна из семи крепостей, основанных в средние века и населенных трансильванскими саксами. Другие цветодели, обнесенные стенами, это Быстрица, Брашов, Медиас, Себес, Сибио, Сигишуара. Субтитры создавал DimaTorzok Статуя Авраама Янку расположена на каменных блоках, символизирующих скалы Апусенских гор. Статуи окружают фонтан. Будучи лидером армии в сотрудничестве с австрийскими военными властями, он организовал оборону Апусенских гор и отразил многочисленные нападения венгерских революционных групп. Румынская национальная опера Клюш-Напука Одна из национальных оперных и балетных трупп Румынии. Опера находится в одном здании с национальным театром в Клюш-Напуке. Клюш-Напука 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 С моими новыми друзьями мы решили посетить ботанический сад, который был основан в 19 веке и занимает площадь более 14 гектаров, в котором растет более 10 тысяч растений со всего мира. Это очень приятное и нескучное место для проведения времени. Нам там даже удалось заблудиться. Бар-советы Бар-советы Украшены всевозможными советскими памятными вещами. От настенных плакатов, пропагандирующих коммунистическую идеологию, до чашек и посуды, которые выглядят так, будто сошли прямо с конвейера производственных линий заводов СССР. Все коктейли имеют тоже соответствующие названия. Бар расположен в центре города и до него очень легко добраться. Бар расположен в центре города и до него очень легко поднимаются. гулять по улицам города как в светлое так и в темное время суток это одно удовольствие ведь здесь все очень красиво креативно и уютно приятного аппетита приятного аппетита Мои друзья Адрин и Катрин учат русский язык, произнося слова приятного аппетита. Такие скрытые дворики с удивительными ресторанами есть в центре города повсюду. Находясь там, вы просто растворяетесь в этой приятной атмосфере и в то же время наслаждаетесь вкусной едой и очень хорошим сервисом. Некоторые факты о Румынии. Название Румыния происходит от латинского слова «роману», что означает «житель Римской империи». Румынскому языку 1700 лет. Он восходит к латыни, но также имеет большое славянское влияние. Они там постоянно говорят «да-да-да». Румыния одна из стран с самой высокой скоростью интернета. Конечно, Германии и многим другим странам есть чему поучиться. В Румынии есть первый город в Европе, в котором в 1884 году появились электрические уличные фонари. Этот город – Тимишуара, расположенный на западе Румынии. Это был второй город в мире после Нью-Йорка с электрическими фонарями на улицах. В прошлом году Тимишуара имела статус культурной столицы Европы и этот город жил творчеством. А в следующем моё видео я покажу вам свои впечатления от города Тимишуара. Не пропустите! Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео с вашими друзьями. Всего вам доброго и берегите себя и ваших близких!